Ежегодно 7 апреля в день основания Всемирной организации здравоохранения проходит День здоровья. Тематическую акцию на этот раз провели в одном из торгово-развлекательных центров Чебоксар. Ее девиз – будь здоров. Тема сохранения здоровья актуальна как никогда. Пандемия коронавируса заставила большинство людей взглянуть на свой организм по-новому. Каков в нем запас прочности, как укрепить иммунитет и какие спортивные упражнения в этом помогут. Понятно, что 21 год он нас нес определенные коррективы. И, конечно, основная проблема – это борьба с коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, тема здорового образа жизни всегда остается актуальной. На площадке сегодня у нас выступят ребята, которые являются волонтерами за здоровый образ жизни со своими творческими номерами. Кроме того, у нас предусмотрены площадки, которые освещают все основные аспекты здорового образа жизни. Врачи и волонтеры-медики обследовали всех желающих на избыток массы тела, измерили давление и уровень сахара в крови, рассказали о здоровом питании и о том, как бороться со стрессом. Увидела сегодня в День здоровья такое мероприятие классное. Хотелось, конечно, попробовать проверить себя, да, в состоянии своего здоровья. Такие вылазки нужны населению, я считаю, очень. Не каждый же дойдет до поликлиники. Мы с друзьями в перерыв между парами решили просто прогуляться, а тут такое мероприятие, что вызвало у нас очень большой интерес. Я пришел тест на площадке противоретных привычек, сказали, что у меня все хорошо, я здоров. Главная цель акции – изменить свое сознание, понять, что важно заниматься своим здоровьем для того, чтобы прожить долго. Качество жизни нужно даже в пожилом возрасте. Для каждого поколения, наверное, это несколько своих понятий. Для молодых, конечно же, это активный образ жизни. Для людей старшего поколения – это скандинавская ходьба. У нас активно в настоящее время ведется укрепление материально-технической базы, первичного звена здравоохранения. Это основа профилактической медицины. Мы можем рассказать, как правильно вести, какой образ жизни, что включает в себя диспансеризация. Еще на одной площадке прошел практический семинар. Волонтеры обучили жителей столицы комплексу мероприятий, направленных на оказание срочной медицинской помощи. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.